С началом учебного года во всех школах образовательный процесс идет в интенсивном режиме. Плодотворная работа учеников зависит от знаний, которые они приобретут. Планомерное освоение учебного материала не может протекать без учебников, по которым дети должны будут заниматься на протяжении всего года. В полном объеме все необходимое учебное пособие поучат учащиеся начальных классов, рассказал начальник городского управления образования Руслан Ибрагимов. То, что касается учебников, обеспеченность учебников бесплатными учебными учащимися участиями, этот вопрос стоял и сегодня он идет на исполнение. Мы вот вчера получили последнюю партию учебников 5 класса и со вчерашнего дня начали выдавать эти учебники. То есть могу сказать, что все учащиеся школы города, которые сегодня обучаются в 5 классе, получают полный комплект учебников. Они 100% обеспечивают. Вот день-два, сегодня-завтра все учебники выданы будут. То, что касается учебников первых, четвертых классов, первых, вторых, третьих, четвертых классов. Эти учебники были получены 4 года назад. Ну, первый класс получили мы 4 года назад, потом второй класс. Когда мы получаем учебники, мы получаем полный комплект учебников. И там где-то около 10-12 рабочих тетрадей, рабочие тетради, которые нужно непосредственно использовать во время учебного года. В общем, они заполняются. И эти рабочие тетради разово используют. То есть на каждого ученика. Следующий год учебники мы выдаем полностью, но рабочие тетради приобретаются за счет родителей. По всем школам распределено необходимое количество учебников для того, чтобы дети смогли заниматься в полном объеме. Определенное количество необходимых книг получат учащиеся пятых классов. О том, какой перечень на сегодняшний день получен в гимназии имени Максима Горького, рассказал учитель начальных классов Татьяна Хамзина. Ну, вообще, с переходом на новую программу мы занимаемся по программе «Ритм». В городе, по-моему, это только наша одна школа, наша гимназия идет по этой программе. С первого по четвертый класс дети обеспечены книгами 100%. Ну, не считая, что у нас нет рабочих тетрадей, у нас нет прописи. Все это родители приобретают сами. Ну, а вот для пятого класса сейчас мы получили, полностью получили учебники по русскому языку и по истории. Все остальные учебники пока получили 50%. Работники Управления образования также отметили о введении нового образовательного стандарта, согласно которому на каждого ученика с момента приема в школу заводится портфолио, в которое вносятся все сведения об ученике и его достижениях на протяжении всего учебного времени. В гимназии имени Максима Горького это нововведение работает уже давно, рассказывает заместитель директора по методической работе Ирина Вдовенко. Вот уже, наверное, около 10 лет в нашей школе вводится портфолио учащихся начальной школы. Ну, с самого первого класса учителя собирают в папки каждого ученика, вот у меня в руках такое портфолио, в которое они вкладывают все сведения об этом ученике, его достижения, грамоты, рисунки, прописи, то есть то, в чем он более себя проявил, правильно, где он больше себя раскрыл, в этом портфолио собирают. Это передается из начальной школы, ну, как бы и первый, второй, третий, четвертый класс. После этого это портфолио передают в старшую школу. Некоторые изменения произошли и в дошкольных учреждениях. Теперь постановка детей на очередь в детские сады стала намного упрощенной. С 2013 года введена электронная очередь. По базе данных в систему заносится перечень фамилий детей, стоящих на учете в возрасте от 3 до 4 лет. То, что касается детских садов, я бы хотел убедительно попросить наших горожан, родителей, всех. У нас определен один день в неделю, когда мы принимаем документы на постановку на электронную очередь. Существует электронная очередь. Его менять никто не может. Хоть кто будет, никто не имеет права менять очередь. Передвижения не может быть, перемещения не может быть. Вот в этом году мы провели работу по электронной очереди. Все, что возможно было, значит, мы все, сколько было в каждом садике мест, мы столько, значит, там система такая электронная. Общий список есть. Мы нажимаем, значит, пуск. После этого сам компьютер по своей программе распечатывает тех детей, которые должны пойти в садик, которых определяют. Мы называем 30 человек, а не 30 человек выбирают из этого списка. Но только тех детей, которые, значит, исполнились 1 сентября, исполняются 3 года. От 3 до 4 лет. Существует две очереди. Есть льготная очередь, есть обычная очередь. Согласно постановлению главы города, согласно положению электронной очереди, программе БАРС называется, там идет следующее. Если мы набираем, допустим, 30 человек, группу идет в садик, 10 человек попадают, значит, льготники, 20 человек попадают обычной очереди. То есть 40% из числа льготников, которым исполнилось 3 года, они идут, и 40-60% идут из числа детей, которые стоят в общей очереди. Все эти изменения, несомненно, приведут к необходимому результату, который в первую очередь положительно повлияет на самих детей, ведь их достойное сегодня станет залогом уверенного счастливого будущего, считают работники городского управления образованием. Пика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа ПУДС. Продолжение следует...